О главном чуде своей жизни Елена Данилевская молчала 15 лет. В юном возрасте неожиданно всё тело покрылось сыпью, а после появились страшные нарывы. Сначала были просто какие-то высыпания, прыщички, потом это всё превратилось в фурункулы, потом уже это были карбункулы огромные, просто страшные, всему телу, на лице, ну, в общем, везде. И у меня постоянно делали операции, постоянно я была в операционных. Что на мне живого места не было. Тогда Елене было 25 лет. Она работала администратором, приходилось часто общаться с людьми. Из-за внешнего вида ей пришлось уволиться. Каждый день девушка терпела боль. Тело было изуродовано, а состояние подавленное. Ну, последний раз уже стала нарывать рука. До такой степени всё опухло, и она была сине-чёрного цвета, от плеча и до локтя. И я уже понимала, что, ну, что, я приду в очередной раз к хирургу. Вот, что он в очередной раз мне всё это разрежет. И мне так этого не хотелось. Елена прошла десятки врачей. Академики, учёные разводили руками. Сказали, что мы не знаем, что с тобой, мы не знаем, как это лечить. Вот мне уже посоветовали обратиться к целителям, к знахарям, к экстрасенсам. Ну, я, конечно, по своей глупости я туда поехала. Понятно, что мне это не помогло. Всё, что я могла уже предпринять, я предприняла. И у меня, знаете, такое было состояние. Вот ещё чуть-чуть, и вот всё. У меня было чувство, что я вот умираю. О вере Елена тогда мало что знала. В отчаянии ей пришла мысль приехать в село Страмынь. Там она узнала о чудотворном образе кипрской иконы Божьей Матери. Елена молилась об исцелении. Это была моя первая исповедь в жизни. Я пришла к батюшке, и я рыдала так, что меня было просто не остановить. Я приложилась к чудотворному образу, причастилась, и уже после Божественной Литургии я почувствовала такую лёгкость невероятную, наивысшая степень счастья. Елена исцелилась, нарывы исчезли. Чудотворный образ изменил жизни семьи Красновых. В Бога они тогда не верили, но однажды зашли в храм и приложились к иконе. И вот это посещение стало такой вехой в нашей жизни. Была жизнь до и жизнь после. Мы воцерковились. Именно в этот момент пришла вера, вера в Бога. Сын поступил в духовную семинарию. Семья мечтала ещё об одном ребёнке, но много лет ничего не получалось. Инна приходила в храм и молилась перед иконой Пресвятой Богородицы. Я почувствовала, что это произойдёт. В душе был отклик. Господь подарил нам сначала сына, мы назвали его в честь преподобного Савва Страмынского, потом дочь. Жители Страмыни считают, что находятся под покровом Божьей Матери. Однажды именно они спасли икону, а теперь Богородица хранит это место. Во время пятилетки безбожия храм грозились закрыть и уничтожить всю церковную утварь. Приехали грузовики. Я помню, это был школьный день. Ребята кричат во всей школе. Приехали церковь грабить. Чудом удалось вынести одну единственную святыню – кипрскую икону Божьей Матери. В селе встал вопрос – не знали, где её хранить. Оставить у себя дома в то время очень боялись. Но согласилась одна женщина – тётя Любови Евдокия. Она тогда жила в самом неприметном доме Страмыни. Вечером к ним в угол, где должна была стоять Матерь Божья, вот в эту сторону, налетела свора собак. И они стали драть вот этот угол, где должна стоять Матерь Божья. Лай стоял. Это как будто дьявол превращен в этих собак. Они знали, что скоро сюда придёт святыня. Удивительно, где находится икона, всегда вырастает куст Ивы. По церковному преданию он её защищает. И где бы она ни находилась, куст всегда рядом. В доме хранительницы иконы Евдокии тоже вырос куст. Тогда женщина не понимала, что это, и приняла его за сорняк. Хотела там клубнику посадить, а тут и вняк растёт. И самое интересное, чем больше она его вырубала, тем больше он становился. На глазах жителей Страмыни часто случаются чудеса. Однажды Светлана в храме познакомилась с женщиной. Она была больна раком и приехала, чтобы попрощаться с детьми. Матерь Божия, она молилась, прикладывалась. Мы с ней попрощались. Она говорит, наверное, я уже к вам никогда сюда не приеду. А потом спустя неделя, смотрю, она опять пришла. Я говорю, а вы не уехали? Дети меня попросили, сделай УЗИ. Я делаю, а у меня всё чисто. У Любови и Светланы есть ещё четыре брата. Все дети родились здоровыми, кроме младшей дочери. Я родила самая последняя и очень больная. Она вызывала врачей. Я не спала и вообще не кушала совсем. Врачи сказали, что она долго не проживёт. Она совсем уже обессиленная. И осталось ей жить, может быть, совсем немного. Мама моя, она даже говорила, говорю, господи, мне так жалко её. Мы так ждали девочек. Вот как жалко, что вот она нас покидает. Тогда маленькую Любу мама и тётя Евдокия принесли в храм, к иконе. И положили меня вот на эти ступеньки. Сказали, давай будем молиться. Приходят и видят, я сплю. Я засну. Когда ребёнка принесли домой, она проспала 12 часов. Она здоровью больше никогда не жаловалась. Галина дежурная в храме. Недавно к ней подошёл мужчина купить крестик и попросил повесить на икону в знак благодарности. Он подсадил ребёнка, взял на руки его, для того, чтобы ребёнок приложился к иконе. Но поскольку мужчина достаточно высокий рост там, и он, когда подсаживал, зацепил лампадку. И на него пролилось масло. Прямо ему на голову. Оказалось, в этот период времени у него были проблемы со здоровьем. Сильные головные боли доходили до того, что мужчина начинал терять зрение. После этого случая он понял, что когда у него боли просто прошли, зрение восстановилось. Это было связано с тем, что масло из лампадки прелось ему на голову. У алтарника Ивана Пашухина случилось горе. От онкологии умерла мама, а после скончался брат. У брата осталось трое детей. Ивану пришлось помогать, ему только денег на помощь и содержание не было. Молился Пресвятой Богородице об утешении и разрешении финансовых проблем. Батюшка кинул клич благодаря соцсетям. Все это настолько быстро произошло. И я сам эту информацию видел тоже из соцсетей. Я очень благодарю людей, которые помогли. За них помолился. Этих денег хватило с лихвой. Еще осталось. Кипрская икона Божьей Матери уже более семи веков. Оказалась она на древней Стромынской земле после победы Дмитрия Донского на Куликовском поле. Тогда князь обратился к великому русскому святому Сергию Радонежскому с просьбой оказать помощь и основать монастырь в честь победы. Подобно Сергий Радонежский, зная хорошо здешние места, выбрал именно это место на берегу реки Дубенки. Это место древнее, называлось издревле Стромынь. Сергий Радонежский в дар монастырю передал икону Пресвятой Богородицы. И уже тогда она была великой святыней. Монастырь до наших дней не сохранился, а икона жива. Люди стали приезжать сюда, чтобы почтить Божью Матерь, помолиться и получить исцеление. Она в гохрам посетила женщину, одержимая нечистым духом. Она хотела поклониться Божьей Матери, хотела помолиться у святыни, но она не смогла этого сделать. Нечистый дух, дьявол заставил ее бесноваться и не позволил ей приложиться к святыне. Это происходило при стечении людей, которые видели, что действительно даже дьявол боится приблизиться к этой великой святыне. Несчастно одержимая женщина покинул храм. Окружающие люди в очень радость убедились в силе и богодатности этого древнего образа. Екатерина Филимонова, Илья Калугин, Андрей Светозаров, телеканал «Спас». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова